Еще год назад здесь была лужайка из одуванчиков, рассказывают жители. Сегодня это грязь и куча строительного мусора. Говорят, в прошлом году здесь меняли коммуникации. Работы завершили поздней осенью, а мусор так и не убрали. У нас проводили в прошлом году эти трубы, меняли трубы. Все как закончили, всю грязь как оставили, ничего не хотят совершенно это делать. Деревья наши поломали, все это вот, весь мусор, как говорится, все это оставили. Каменные глыбы эти остались, весь мусор остался. Эти там у нас всякая щебенка, всякие эти деревянные, песок, цемент, все, все это оставили. Поэтому просим, просим все, чтобы они убрали. У нас уже вот так говорят, это не наше мы, вот вы хотите и все прочее. Как хотите, так и вот куда хотите обращать. Это что это такое? Вообще, я считаю, это не просто обезобразие. В зиму они оставили, мы просили осенью, чтобы они убрали. Они уехали и оставили. Теперь к воду и свет подключали к нашему дому. Мы за это платим. Нам добавляют и добавляют в квитанциях. Это они расходовали воду и свет. По словам жильцов, в процессе рабочие демонтировали ограждение полисадника. Но так и не вернули его. В итоге в этом году люди не понимают, как им высаживать цветы. Рыли все это под мою лоджию. Там ничего с щебенкой засыпали, ничего не за асфальтирование. Все время вода. У нас там ограждение было. Я цветы сажала, чтобы все было красиво. Ограждения нет. Люди ходят, не понимают этого. И по газонам все и бесполезно. Такой труд. И мы тоже хотим, чтобы у нас не только с этой стороны было все красиво и с другой стороны. И вот это все безобразие оставили. Эти все ограждения убрали. И вот теперь надо бы уже высаживать, что-то думать, облагораживать. Но там просто невозможно. Стревоженные жители с этим вопросом обращались в различные инстанции. Но пока никаких действий. Люди просят коммунальщиков, которые проводили работы, убрать с собой мусор и помочь в благоустройстве территории.